Такой бесславный закат блестящей карьеры генпрокурора Нью-Йорка могли придумать разве что в Голливуде. История разоблачения Эрика Шнайдермана напоминает 50 оттенков серого. Ролевые игры, избиения, удуши и все это в постели. Откровенные истории интима четырех женщин с генпрокурором опубликовал журнал New Yorker. Спустя считанные часы после выхода статьи губернатор штата потребовал отставки Эрика Шнайдермана. В политической атмосфере, когда уже сложно чем-то удивить, от федерального уровня и до самых низов, и даже не обращая внимания на все, что происходит в Вашингтоне, несмотря на все это, история со Шнайдерманом нас всех глубоко шокировала и привела в замешательство. И я хочу сказать, что в нашей стране ни президент, ни генпрокурор не стоят выше закона. Сам 63-летний Шнайдерман, выдвинутые против него обвинения в физическом насилии, отрицает, говорит, что эротические забавы в стиле БДСМ он устраивал по обоюдному согласию с партнершами. В своем твиттере он написал, что ни на кого не нападал. «Я никогда не занимался сексом против воли партнера. Это черта, которую я не переступлю». Однако жертвы Шнайдермана, двое из которых после секса с генпрокурором были вынуждены обратиться за медицинской помощью, утверждают, что согласия на избиение не давали, и что Шнайдерман нередко бил их в состоянии алкогольного опьянения. Две женщины обвинили генпрокурора публично, еще двое решили не раскрывать своих имен. Так, Мишель Меннинг-Бериш рассказала, что состояла в отношении с генпрокурором в течение двух лет. По ее словам, во время секса он часто бил ее по лицу, критиковал внешний вид и контролировал диету. Мишель утверждает, что за время отношений со Шнайдерманом она потеряла 13 килограммов и стала весить 46 килограммов при росте метр семьдесят. Говорит, что однажды Шнайдерман пригрозил, если она решит от него уйти, он ее убьет. Об угрозах рассказывает и следующая подруга Шнайдермана, Тана Силваратнам. Она заявила нью-йоркеру, что их отношения начинались как сказка, но слишком быстро превратились в ночной кошмар. Таня говорит, что иногда генпрокурор давал ей пощечины до тех пор, пока она не соглашалась назвать его своим господином, а себя его собственностью. Шнайдерман обещает доказать свою невиновность, но в его деле уже есть серьезные улики, медицинские свидетельства. Прокуратура Манхэттена начала свое расследование против бывшего начальника. В итоге главный обвинитель штата может оказаться обвиняемым и даже попасть за решетку. Хотя еще несколько дней назад никто и не мог предположить, чем за дверями своей спальни занимается известный защитник прав женщин, сторонник движения против домогательств и насилия МИТУ, которое началось со скандала с продюсером Харви Вайнштейном. Ведь именно Шнайдерман начал расследование против Вайнштейна, обвинив кинокомпанию в гендерной дискриминации, сексуальном харассменте и давлении на женщин. Именно Шнайдерман добился того, чтобы жертвы продюсера смогли получить более крупные компенсации. Выпускнику Гарварда прочили большое будущее. Должность генерального прокурора штата Нью-Йорк он занимал с конца 2010 года. Считался прогрессивным демократом, борцом с несправедливостью. Активно подавал иски против администрации Трампа – защиту эмигрантов, детей-мечтателей и против запрета на въезд в США представителей мусульманских стран. Впрочем, отношения Шнайдермана с 45-м президентом не заладились уже давно. Еще в 2013 году генпрокурор Нью-Йорка подал иск против университета Трампа, обвинив ВУЗ в мошенничестве. Тогда же Шнайдерману досталось от Трампа в Твиттере. Сегодня это сообщение пятилетней давности многие называют пророческим. «Виннера нет, Спитцер ушел. Следующим будет легковесный генпрокурор Эрик Шнайдерман. Преступник ли он? Поживем – увидим. Явно хуже Спитцера и Виннера». Кресло генпрокурора Нью-Йорка вскоре займет новый человек. По законам штата вакансию заполнит законодательное собрание Нью-Йорка. Правда, любой назначенец просидит в этой должности лишь несколько месяцев. Нового генпрокурора Нью-Йорка предстоит назвать избирателем по итогам выборов в ноябре этого года. Регина Фокс и Денис Малинин. РТВАЙ. Нью-Йорк.